На сегодняшний день, несмотря на такой вот бум вокруг полупроводниковых технологий, все мы с мобильниками, с компьютерами, на самом деле сейчас все полупроводниковые технологии находятся в кризисе. То есть все возможности современных компьютеров, они уже исчерпаны. Во-первых, это связано с самими технологическими особенностями, то есть уже достигнут предел микроминиатеризации элементов интегральных схем и с особенностями двоичного исчисления. Я не буду углубляться в особенности, потому что здесь может быть аудитория не готова к этому делу, но по поводу технологий могу только сказать, что пять лет назад фирма Intel попробовала сделать транзистор в два раза меньше, чем сейчас. Сейчас он занимает объем 1 микрон. микрон, это одна тысячная, кубический микрон, это один микрон, это 10 минус 6 метра. То есть это величина, которую человеческий глаз не различает. Вот на сегодняшний день все транзисторы, диоды, элементы вот в ваших мобильниках, компьютерах, они занимают такой объем. И попробовали сделать в два раза меньше объем транзистора. Им это удалось, но транзистор перестал работать. Почему? Потому что он уже приобрел электрон в этом транзисторе, приобрел уже свойства волновые. Если сейчас вот электрон, работу электрона мы рассматриваем с точки зрения частицы, и все приборы работают именно так, то уже начинают работать эффекты квантовой механики, и электрон стал волной, стал вероятностной, и транзистор стал переключаться самостоятельно, самопроизвольно, совершенно случайным образом. То есть это говорит о том, что все, предел миниатюризации уже здесь достигнут. И дальше мы уже двигаться здесь не можем. То есть возможности в этом плане исчерпнуты. Поэтому и начинается наращивание ядер в процессорах, в процессорах, распараллеливание компьютера, и все равно эффекта нет. Сейчас задачи, которые стоят перед человечеством, они глобальны. Это, прежде всего, погода, прогнозирование землетрясений и мировых катаклизмов, которые вот в нашу Землю грозят стеречь в порошок. И самый мощный компьютер на сегодняшний день, он считает погоду на всей Земле только на две недели вперед. Потому что начинают накапливаться ошибки в вычислении, и в общем прогнозировать мы ее просто, в принципе, не можем. Это связано, кстати, с особенностями двоичного исчисления, которые тоже само по себе достаточно тупикозные. И в связи с этим народ стал искать альтернативные пути создания вычислителей. Потому что компьютер это, прежде всего, вычислитель. От английского слова компьютер вычислять. И это не устройство, в котором вы можете болтаться в чате, или там переписываться. Это у него совершенно побочные функции. Он должен, прежде всего, считать. Прежде всего, вычислять. И вычислять серьезные процессы, вот как погода, предположим, моделирование ядерного взрыва. Вот где-то года четыре назад показывали, как американцы решили смоделировать процессы, которые происходят в атомном ядре в первую наносекунду взрыва. Что такое наносекунда? Это 10 минус девятой степени секунды. Миллиардная доля секунды. Миллиардная. И вот самые интересные процессы происходят в ядерном ядре при распаде именно в это время. Но для того, чтобы промодерировать эти процессы, надо было решить огромную кучу дифференциальных уравнений. И вот для того, чтобы решить эту задачу, они создали вычислительную систему, ее показывали по телевизору. Вот представьте себе зал размером как два стадиона. Я не преувеличиваю, на меня это произвело шокирующее впечатление. Два стадиона и вот это помещение заставлено компьютерами на тот момент самыми мощными. Крыль. И эти крыль стоят вот так вот рядами. Каждый крыль стоимостью как бы бюджет хорошей там области российской. И вот весь этот проект стоил там сумасшедшие миллиарды долларов. И вся вот эта вычислительная система была распороленена, естественно, заведена и считала только вот эту задачу. Она моделировала процесс распада, потому что ядерные испытания запрещены, правильно? Международные методики. А исследование надо продолжать. И вот эта вся система считала процесс, который идет одну миллиардную секунды, она считала ее шесть часов. И только после этого вывела картинку на экран и там в замедленном виде всему человечеству показали, что происходит, когда разлетается ядро. То есть вот настолько несовершенны наши возможности по сравнению с тем, чего мы хотим. То есть мы хотим считать вот такие процессы мгновенно. Ну уж не в реальном времени, за одну миллиардную секунду мы такого и не посчитаем, конечно. Но не шесть часов считаем процесс, который идет одну миллиардную секунду. Прогнозировать погоду, решать космические задачи, астрономические, предсказывать падение астероида. И для всего этого нужны мощные вычислительные системы. У нас таких систем на сегодняшний день, которые будут творять вот этим задачам, нет. И человечество сейчас находится в таком вычислительном кризисе. Но кризис по-китайски это, вы знаете, это поиск новых возможностей. И компьютеры, которые прогнозируют сделать на новых технологиях, самые разнообразные. Я когда был на одной конференции по перспективным компьютерам, я ушел потрясенный. Потому что количество технологий, которые предлагаются для решения этих задач, просто огромное. Начиная от молекулярных, когда в качестве элемента берут молекулы. Компьютеры на квантовых точках, когда просто... Это же трудно, если я сформулирую, что это квантовая точка. И вообще непонятно, как он работает. Потому что он работает только на принципах квантовой механики, где непонятная, где волна и где детерминированная величина. Компьютеры на основе оптики, компьютеры на основе биологических систем. Просто какие-то волновые компьютеры, совершенно был чудовищный доклад. Я такого и не понял, когда там просто на основе какой-то волны, которая моделируется в ультразвуке, решаются какие-то вычислительные задачи. То есть, естественно, все в реальном аштабе время. Но на сегодняшний день наиболее реальная технология – это оптическая. Созданы факультеты в ведущих вузах страны по оптическим компьютерам. В 2017 году англичане, в этом году, они обещали выкинуть на рынок оптический компьютер уже промышленный, промышленный образец на фотонных кристаллах. Но такого образа... И был данный макет, даже в интернете проверим. Но пока мы видим, что этого компьютера нет, потому что задача достаточно сложная. И вот сложность этой задачи, преимущество компьютера, я хотел бы коротко осветить. Значит, вот перед вами представлен совершенно условно слайд, на котором изображена схема компьютера, классического компьютера, по схеме фон Неймана. Это все компьютеры на сегодняшний день, которыми вы пользуетесь, они построены по этой схеме. То есть процессор центральный, который выполняет операции, память и вот и вот эта информация. То есть здесь ничего нет, это схема традиционная, которая используется во всех вычислительных устройствах на сегодняшний день. Здесь в чем только может быть отличие? В том, что все связи и операции производятся оптически, с помощью оптических потоков. Вот я просто приведу пример, с чем отличается сложение, предположим, в обычном цифровом компьютере и в оптическом. Вот я все-таки рискну коснуться двоичной алифметики. Вот представьте себе, у вас, предположим, трехразрядное число двоичных, там единицы и нули. Как вы сложите, предположим, здесь доски нет у нас. Как вы сложите, предположим, два и три. Двойка это 0,1, тройка это две единицы. Вы сначала сложите в одном разряде единички, у вас получится единичка переноса, вы ее перенесете, потом эта единичка сложится с нудом, и в результате у вас получится число. То есть вам, для того, чтобы сложить простейшие числа, два и три, вам надо как минимум четыре такта компьютера. То есть он четыре раза, четыре импульса генератор сгенерирует. Это четыре такта времени. Это двоичные, это всего сложили мы два разряда. А сейчас стоит задача сделать 64 разряда в компьютере. То есть 64 числа. Вы по разрядам складываете каждый разряде, идет перенос 64 раза. То есть уже 128 операций. Я про умножение вообще не говорю. А в оптике, как вы складываете два числа? У вас идет один поток, другой поток, и вы мгновенно его вводите в световод. То есть здесь вообще времени и речи нет. То есть идет мгновенное сложение двух величий. То есть просто реальная. Здесь ни о каких тактах, ни о чем. И когда речь идет о миллиардах операций, то естественно, выделишь во времени очевидно. И вот посмотрите, что здесь показано. Как складываются числа, многочисленные числа, в компьютере, в оптическом. Показана простейшая операция сложения трехчисел. Здесь через линзу, через обычную линзу, световые потоки мгновенно складываются в один. Причем вы можете количество потоков здесь не ограничивать. Вот в оптической линии связи идут до 16 тысяч сигналов. И вот все эти 16 тысяч вы можете сложить одновременно. В цифровом компьютере вам, в принципе, такого возможности нет и никогда не будет. Здесь вы складываете, видите, вы можете получить обратный образ, пропустив через трансформатор. И можете в окруженном потоке все это сделать мгновенно, получить обратную картинку. То есть самая сложная проблема сейчас для цифровых компьютеров, это распознавать образ. Вот когда у вас идет картинка, что делает цифровой компьютер? Он решает эту задачу глупо, он берет попиксельно, каждый пиксель, анализирует его амплитуду, спектр и начинает сканировать. У него другой возможности нет, он идет по строчной или по столбцам. А здесь вы можете картинке сразу в реальном времени работать с ними. Вот, например, классическая операция умножения вектора на матрицу. В компьютере, в цифровом, это есть специальная подпрограмма, которая последовательно умножает каждый элемент вектора на матрицу, потом складывает это все. И в результате идет затрата времени на обращение к этой подпрограмме, потом выход из этой подпрограммы. То есть времени тратится уйма. Здесь это все делается совершенно мгновенно. То есть идет поток, он проходит через транспарант, на котором записаны элементы матрицы, потом суммируется с помощью линз, или там фактических, и у вас получается результат мгновенно. Этим воспользовались вот эта вот операция, воспользовались в Израиле. Я сейчас перескочу чуть-чуть. И сделали вот такой компьютер, вернее устройство. Это реальное устройство, которое было сделано 10 лет назад. Израильская фирма изготовила процессор, видите, называется Inline 256, который уже поступил в промышленную разработку, он уже используется. Здесь умножается оптический вектор на матус, всего лишь. Вот то, что я вам сейчас показал, здесь реализована в микросхемах, в оптических микросхемах. Но пока, к сожалению, это уникальный образец промышленного использования в оптических технологиях, потому что там есть определенные сложности. Значит, вот оптический каскад цифрового процессора, который предложили в свое время американцы в Стэнфаде, он вам показан здесь. И здесь вот ясно, почему до сих пор эти процессоры не пошли в ход. Потому что здесь, в общем-то, применена такая технология еще в 70-80-х годах, когда у нас есть точечный лазер, точечные, вернее, линзы, совершенно конкретного производства, без всякой интегральной оптики. Транспарант, видите, грейдинг, да. И идет поток, который проходит через маску, умножается на какую-то информацию. Маска – это транспарант, в котором записана какая-то функция. Вот по поводу функции тоже хотел бы сказать. Вот представьте себе, вам надо умножить функцию на функцию. Там е в степени x, предположим, на кофемость в степени x. Что делает цифровой компьютер? Е в степени x, он раскладывает в ряд до 17-й степени, в ряд теории. Единица плюс x плюс x в квадрате пополам до x в 17-й на 17 факториал. Это для того, чтобы просто вычислить е в степени, там, ц, е в степени 0,2. И вот этот весь ряд, он считает. Он возводит 0,2 в первую, во вторую, в третью, в 17-ю степени. Потом все это складывает. Потом делит на эти факториалы. Потом это все для того, чтобы посчитать одну цифру. Это он посчитал. А у нас функция, она, если она двумерная, таких вот пикселей, там, дней тысячи. То есть он должен посчитать одновременно тысячи е в степени, мгновенно. И потом эти значения он должен умножить на точно такую же функцию, которую он также посчитал в другом транспорте. Время немеряное уходит. Сейчас, конечно, когда там миллиарды сломал в компьютере, конечно, это может быть не очень заметно. Считается там задача за секунду. Причем прогресс серьезный. Я просто приняду пример. Я, где-то в 92-м, 93-м году, там считал одну задачу по поюту летательного аппарата. Она на тех компьютерах у меня занимала 6 часов. Сейчас эта задача решается за доли секунды на современном компьютере. То есть прогресс, конечно, шагнул. Но все равно задача объемная. И вот даже просто умножение функций на функцию, она занимает сумасшедшее количество операций. А в оптике у вас есть один транспарант, предположим, с вашим изображением. И вот другой транспарант с изображением, предположим, пляжа на полную плечу. Вы пропускаете световой поток, и у вас мгновенно получается картинка, где вы на пляже. То есть мгновенно умножаются функции в реальном времени. То есть если у вас заданы двумерные функции, какие-то сложные, которые надо перемножать, то вы можете сделать спецпроцессор, который выполняет эту операцию, а потом переходит к обычному компьютеру. Вот здесь показано логическое умножение вектора на магию. Тоже достаточно широко используется в системах логики. Но принцип тот же самый, что я вам показывал, поэтому я не буду на него знать. Вот эта схема компьютера, который видит на док-2 layout, это уже реальная схема фактически. Если меня память не изменяет, это японский компьютер. Но видите, он довольно громоздкий. Его показывали в своем телевизоре где-то лет 10 назад. Просто показали, продемонстрировали возможности вычислительные для каких-то конкретных операций. Но дальше в Сирию он не пошел, потому что, во-первых, он громоздкий. Зачем он такой нужен для спецопераций. Во-вторых, он заточен только под некоторые какие-то отдельные операции. То есть весь спектр программ и спектр приложений, которые делает современный компьютер, этот компьютер не подел. Вот этот блок фотографий. Видите, здесь опять мы видим световоды, канала световода, управление именем канала, ну и лазеры, которые здесь стоят. Разрядность, вернее, параметры представлены здесь. Вы видите, здесь очень большая разрядность. Та разрядность, которая на сегодняшний день практически не реализована в современных компьютерах, как раз в силу тех особенностей в современной альфрации, о которой я вам говорил. У вас компьютер будет с задачей 64-разрядной считать огромное количество времени. И вообще, даже вот вдумайтесь, вот вы, наверное, не сильно как-то с этим сталкивались, не задумывались. Вот насколько, вот у вас, предположим, 32 разряда, да, число. Насколько сильно отличается младший разряд от старшего? Во сколько раз? Он отличается 2 в степени 30-го раз. Это миллиард раз. Миллиард это огромное количество. Вот я вам просто напомню легенду о Дервиши и Раджи, которые играли в шахматы. Помните, да? Раджа был великий шахматист, и он предлагал себе в степени в шахматы, и кто, значит, ему проиграл, он тем рубил гол. А кто, значит, выиграл, проси, что хочешь. И вот Дервиш у него выиграл. Раджи ничего не оставалось, как сказать, проси, что хочешь. Дервиш сказал, я попрошу немного, возьми шахматную тушку, положи на первую клеточку одну зерночку, на вторую – два, потом четыре, восемь. Раджи обрадовался. А когда дело дошло до зерна, оказалось, что на третьей строчке шахматной доски зерна уже нет во всей Индии. А на 64-й клеточке нет зерна на всей Земле. То есть вот так отличается. Вот что такое 64-разрядный полк? То есть числа отличаются очень сильно. И вы их технически просто не сможете представить. Вот даже, недавно я разговаривал с 25-ми строго друга, они сделали 20-ти разрядов их его цар, 20-ти разрядов. Он говорит, уже 20-й разряд он вообще плавает, просто невозможно ловить, потому что он просто в тепловых потоках электрирует. Настолько мало его лечит. И вот это беда логичной арифменики. Это принцип, который не позволит сильно расширять вот эти все пространства, работать с ними. Это неустранимая лечит. Это бич, который в конце концов цифровую арифметику не межсапогубит. Мы, это мое причинное мнение. Потому что, почему сейчас цифра победила? Только потому, что она по микросточке. Мы процессы не можем пока так отсеять шумы от процессов, чтобы работать чисто с теми процессами, которые говорят природу. Поэтому мы их вынуждены переводить по микросточную цифру и работать с этим. Но это сильно замедляет наше время и ограничивает наши возможности. Поэтому рано или поздно двоечная арифменика, она не до что угодно. Значит, вот это умножение матрицы на матрицу. Не буду вас этим отомлять. Внешний вид многокосказного процессора тоже, видите, уже разработан, но он тоже ограничен в своих возможностях. Поэтому до сих пор еще пока ничего не реализован. Про этот процессор я вам уже рассказывал. Про онлайн. Он единственный, который пока пошел в серию. И сейчас это то, что реализовано на этом процессоре. Видите, это схема умножения электронной матрицы. Вот так, как раз реализована промышленность. Все очень простенько, видите. Но им удалось реализовать это все в интегральных схемах раз, а во-вторых, промышленность очень мало умножения. И это показано в соотношении мощности и вычисления кооперации в процессе. Потом мы будем, наверное, останавливаться. И могу вам только что сказать. Что сейчас опыта очень сильно занимаются. И практически измечательные исчезли очень многие вещи по реальным схемам вычислителей. Вот я периодически просматриваю оптические журналы. Практически нет ничего по реальной схемотехнике. То есть как все это устроено. Есть очень много с таких по элементам. Как сделать отдельный элементик там в оптике. Как световод сделать. Как ввести излучение в световод. Это тоже большая проблема. Потому что надо следовать. Масса всяких частностей. А в общем, таких все нет. Они, конечно, засекречены. Потому что все прекрасно понимают, что тот, кто первый выйдет с оптическими компьютерами на рынок, тот будет лидером. И на долгие годы захватит эту мышь. Поэтому сейчас во многих странах и в Японии, и в Канале, и в Америке, и в Европе идут разработки в этой области. И пока промышленного результата нет. Но я думаю, что это будет скоро. Потому что все прогнозируют к 2020 году мощнейший третий виток НТР, научно-техническая революция, который готовит нам развитые страны. И мы должны, как минимум, не отстать хотя бы. Я уж не говорю, там быть впереди всех в этой научно-технической революции. Мы должны хотя бы не отстать и представлять себе, что нас ждет. Поэтому мы в университетической лаборатории проводим определенные исследования в области как раз схемотехники оптических компьютеров. Делаем проекты схем, которые позволяют решать числительные задачи именно на оптике. С мгновенным быстрогизмом. Поэтому, кого этот вопрос заинтересует, спошу присоединяться, приходите. Мы всегда вас проконсультируем. Телефон, связь вы можете взять у модератора. И все вопросы, которые вас интересуют, хоть в консультационном плане, хоть в плане сотрудничества, мы всегда решим самым эффективным способом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...